Площадка с половиной стандартной баскетбольной, одно кольцо. Атаки чаще, динамики больше. Соревнования шли на девяти площадках по олимпийской системе. Правила смешанные. Например, после забитого мяча следует розыгрыш, как в классическом баскетболе, в то время как в стритболе игра продолжается. Таким образом, темп немного снижается ради массовости. Игры проходили в трех возрастных категориях до 16 лет, от 17 до 18 и старше 19 лет. Соревновались 175 команд, около 700 человек. Уровень интересный, потому что съезжаются команды со всего края и не только с Краснодарского края. Вот сейчас заявились команды Казани, Ухты. То есть это такие серьезные баскетбольные регионы. Другие регионы присутствуют. Поэтому будет интересная игра и для участников из нашего края и для наших гостей. Спортсмены из Ухты были заметны на площадках. На сборы в Анапу приехали около 50 спортсменов, как юных, так и взрослых. Тренеры решили, что участие в таком турнире будет полезным опытом. И выставили сразу несколько команд разного возраста. Среди гостей из Ухты Александр. Он занимается баскетболом 5 из 17 лет. Начал, по примеру, старшего брата. Большие скорости. Ты растешь, ты борешься. Борьба. Мне вот это нравится. Жарко, конечно. Не особо так привыкли к жаре. Не как на севере, а так нормально. В итоге взрослая команда Ухтинцев завоевала третье место. По два призовых места у команд из Казани, Сочи, Новороссийска, Абинского и Новопокровского районов. Юноши и девушки из Анапы взяли по серебру. В городе-курорте, помимо спортивных залов, десятки уличных площадок, где можно заниматься уличным баскетболом. Сегодня это не только полезно, но и актуально. Этим летом данный вид спорта включили в программу Олимпийских игр 2020 года.